всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связана с компьютерной техникой а более конкретно с внешним DVD приводом во время модернизации у меня на ноутбуках остались два привода который был взят один с Toshiba Satellite A661EN ну а второй вариант был взят с ноутбука Toshiba Satellite A223U но сразу же хочу сказать что последней модели он не подойдет потому что там располагается МИДЕ разъем то есть мини-ИДЕ разъем а вот от первого варианта где там располагается МСАТА разъем вот он подойдет к этому варианту установки корпус внешнего DVD привода пришло и так как обычно у нас из Китая течение непродолжительного времени две-три недели заняло пришло это все в таком состоянии но помимо обычной серой упаковки почтовые которые которые обычно и вкладываются данный вид упаковки давайте смотреть что находится внутри что из себя представляет корпус для внешнего DVD привода какая комплектация и тому подобное возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops установи расширение для браузера чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик Letyshops вот что из себя представляет коробка вот такого она вида здесь расписаны основные характеристики то есть предназначен он для USB 3.0 но работает также с USB 2.0 ну и максимальная скорость 5 гигабит в секунду небольшая инструкция где изготовлено сертификаты но похоже это один завод изготавливает и поставляет на рынок так здесь пусто здесь штрих-код какой-то дальше здесь написаны значения ну и давайте скрывать смотрим что находится у нас внутри внутри у нас сразу же находится инструкция поиск по эксплуатации по сути повторяю то что было на коробке и английский токовариант внутри у нас находится панелька сейчас мы встанем так мы его достали вот эта передняя панелька для того чтобы установить на сиди привод так сиди привод он судя по картинке уже догадались бывают двух цветов черного и белого такой кабель но здесь где-то около 25-30 сантиметров не больше поэтому лучше подойдет для ноутбуков ну а для системных блоков все зависит от того где у вас USB разъем находится если он сверху находится подойдет если нет то не подойдет вот сюда устанавливается чтобы компактно все размещалось здесь написано обычные характеристики модели и предупреждение случае если у вас будет установлен привод внутрь этого бокса внутри тут наверно не видно располагается микросхему и там стоит разъем м сата мини сата давайте отложим пока этот вариант вот у нас привод подходящий для этого привода и здесь вот находится вариант разъема м сата то есть мини сата как раз он для этого бокса внешнего 9 привода здесь установлена панелька от кенди имеется ввиду установка жесткого диска в сиди привод была панелька на моем канале можете увидеть принцип замены данного сиди привода на жесткий диск при помощи салазок под жесткий диск либо ssd диск да кстати у меня есть на канале вот такой кабель здесь тоже разъем мини сата по идее можно его использовать то есть подключаете и используйте здесь тоже юсб 3.0 разъем вот так вот использует как бы не цивильно грубо говоря по колхозному но чтобы воспользоваться нормальным вариантом вот взят был данный бокс и сейчас мы его попытаемся установить да еще один момент здесь у меня второй вариант сиди привода только здесь мини и для них существует специальная тоже корпус для того чтобы установить его сейчас я продемонстрирую чем отличается ну и вот видите это и др азим это м сата тогда тут корпус для не откладываем итак давайте установим сиди привод который мы взяли с заменой салазок кэнди из ноутбука и установим внутрь этого бокса берем мы соответственно мини сата теперь привет но уж прежде чем устанавливать давайте заменим панельку переднюю для этого воспользуемся некоторым инструментом чтобы достать ту которая сейчас установлена мы достали и давайте установим данную панельку которая поставляется вместе с этим боксом для привода ну и вот мы установили внутрь наш сетепривод который был из ноутбука в результате замены сиди привода на дополнительный жесткий диск от тошибы satelite а661ен видео есть на моем канале все желающие могут посмотреть да кстати при желании можно это разобрать достаточно отклеить вот эти две ножки тут находятся два винта и раскрывается при помощи стандартные прищепки там медиатора защелки и можете полностью раскрыть данный сиди привод вот видите он компактно удобно располагается давайте сейчас попробуем данный сиди привод подключить ноутбуку компьютера и посмотрим как он функционирует может быть мы зря проделали все эти манипуляции в данный момент времени итак приступаем и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова я вам продемонстрировал установку внешний бокс сиди привода привод который остался от модернизации от ноутбука toshiba satelite a661 и чтобы не пользоваться кабелем а сделать более надежную и качественную установку и применение в дальнейшем данного сиди привода был приобретен бокс для этих целей которые мы установили ноутбучной сети привод и в настоящее время он используется по прямому своем назначении как при подключении компьютеру ноутбуку компьютеру все зависит где у вас находит usb разъем если близко к месту установки то вам повезло потому что кабель всего длиной 20 25 максимум 30 сантиметров либо можно использовать с приставками android частности зидо которые тоже есть на моем канале для просмотра 9 если у вас есть blu-ray и blu-ray диска то есть имеется ввиду blu-ray сиди привод который тоже можно установить в этот бокс для сиди привода все делают свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил о внешнем боксе для сиди привода вашему вниманию выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания я что и и и и и